Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня воскресенье, но тем не менее я хотел бы провести прямой эфир и сообщить важные новости, которые сейчас обсуждаются практически во всех ведущих странах мира. Так получилось, что Казахстан воспринялся многими как страна, которая находится вдали от разных геополитических процессов. Мы все время шли в фарватеры крупных стран и, конечно же, мы были обычно частью той политики, которую проводила Россия, потому что мы привязаны в Евразийский союз. Мы, как Казахстан, член ДКБ и фактически зажаты как бы с двух сторон Китаем и Россией. И, собственно, Назарбаев никогда не проводил самостоятельную политику. Самостоятельность его заключалась только в том, чтобы захватить основные отрасли страны, захватить власть, не формировать независимую страну таким образом, чтобы она действительно была независимой. В геополитическом смысле независимой ни от России, ни от Китая, но формировала именно политику такую, которая в первую очередь выгодна Казахстану. Вот последнее событие, вы знаете, которое произошло с некой, так называемой, в кавычках, аварией в порту Новороссийска, привело к тому, что 80% экспортируемой нефти через Россию оказалось под большим вопросом. И где-то ожидается, что не менее двух месяцев Казахстан не будет иметь возможности экспортировать 80% нефти. То есть, фактически, таким образом показывает, что та политика, которую проводил Назарбаев, она полностью зависит от России, от ее территории, от взаимоотношений с Путином и так далее. То есть, он не проводил разновекторную сбалансированную политику во всех отношениях. Я имею в виду, включая транспортные коридоры, возможность именно иметь серьезную военную силу, которая не позволит никому просто так безнаказанно захватывать страну. Мы, фактически, все время были на отшибе. И вот я хочу констатировать, что в этой связи многие наши граждане в полной мере не осознают, почему мы должны следить за политикой России, Америки, Европы, Китая, всего мира. И часто звучат такие комментарии, зачем они нам нужны. Мы тут на своей улице, на своем базаре, на своем поле делаем, и все, нас никто не трогает. Но, как выяснилось, что все это не так. Вот пример Украины, вы видите, уже более месяца идет такая яростная война. И вы должны осознавать, что если бы не интенсивная помощь со стороны Америки и Европы, сейчас, фактически, даже при мощнейшем героизме, при мощнейшем единстве украинского народа, Украина бы просто была бы поглощена войсками Путина. Это мы должны все осознавать. Даю должное героизму украинцев. И более того, я даже скажу так, что если бы не героизм, никакое оружие не помогло. Но вот сочетание единства наций, мощная поддержка со стороны Запада, нереально по своей силе организованные санкции Европы и Америки, все это вкупе позволяет Украине не просто сопротивляться, а я считаю, что Украина, безусловно, победит. Но вчера были очень ключевые слова, произнесенные Байденом. Он сказал следующее, Путин не должен оставаться во власти. И, конечно же, многие комментаторы, которые, ну скажем, не понимают того, что происходит в мире, для них Путин это вот некая сила, некий мачо. На самом деле это просто дорвавшийся до власти недалекий человек, не дружащий с головой, не понимающий экономику. И масса всего, который заражен имперским вирусом. И он, по сути дела, поставил на грань катастрофу не только весь мир, но и Россию. Вот, собственно, как нужно характеризовать Путина. И вот каким образом президент ведущей страны мира говорит о том, что Путин не должен оставаться у власти. Что это значит? Это значит, что политика ведущей страны мира будет такова, что они всеми возможными средствами будут добиваться уничтожения режима Путина, как минимум ареста, предания ГАКскому трибуналу Путина за все преступления, которые он совершил перед народами Украины и других государств. А предъявить ему есть что. Только вот буквально за последний месяц тысячи преступлений. И вот, конечно же, многие задают вопрос, а как это он сделает? Путин вроде в бункере находится, у него, скажем, есть армия, есть ракеты, начиненные ядерными бомбами и так далее. Что же это такое? В этой связи я хотел бы сказать следующее, чтобы вы понимали, что на самом деле сейчас мир находится достаточно в опасной ситуации. Я понимаю, что воскресенье, суббота, все эти дни, и наши люди далеки, думают, ну цены растут, да, это очень плохо. Ну что-то там где-то в мире происходит, но где-то это далеко. А на самом деле мы сейчас на пороге очень серьезных изменений, и более того, мы на пороге ядерной войны. И все сейчас зависит от того, как грамотно сработает Америка и Европа. На этой неделе прошли сообщения, я уверен, что многие из вас не обратили внимания, что президент Франции дал поручение, и в море ушли подводные лодки, три подводные лодки, начиненные ядерными бомбами. И, наверное, многие это не поняли, в чем дело, и даже не обратили внимания. Хочу сказать, что на территории современной Европы, если не считать Англию, которая сейчас не является участником ЕС, она вышла из нее, ядерное оружие только у Франции. У Германии нет, у Италии нет, вообще ни у кого нет на территории Европы. И тот факт, что ядерные силы Франции, подводные субмарины, ушли в море и приготовились отражать ядерную атаку, и понятно, кого это, Россия, говорит о многом. Но вы понимаете, что НАТО действует именно согласованно. И если французские силы начали так действовать, очевидно, что и Америка это сделала. Мы все должны понимать, что сейчас очень внимательно вооруженные силы Америки наблюдают за любыми действиями со стороны Путина. Конечно, их разведка работает, они прослушивают связь, наблюдают с космоса, то есть абсолютно все анализируется, изучается, и любое движение, которое может привести к ядерной войне, конечно же, на него будет мгновенная реакция на опережение. Ясно, что морские силы Соединенных Штатов, тоже начиненные ядерными бомбами, тоже приведены полную боевую готовность. Франция не может, односторонний порядок так действует. И мы должны понимать, что сейчас острейшая ситуация. Тем более, всю эту неделю Байден называл Путина военным преступником, мясником и так далее. Вы понимаете, что такая риторика говорит о том, что президент Америки настроен очень жестко. Это в истории, как минимум, последних, скажем, 50-70 лет, такого еще никогда не было. Это о многом говорит. Я вот сейчас хочу вам разложить, на самом деле, какова ситуация в мире и как это отразится на Казахстане. И вообще, ну, чтобы вы понимали, что действительно сейчас мы на грани ядерной войны. И когда говорится, что Америка не позволит, это пока общие слова. Не позволит, может, только в том случае, если действительно обладает достаточными силами, чтобы это предотвратить. Давайте мы поймем, что на самом деле происходит. Ну, я хотел бы сказать сначала, чтобы вы понимали, сами россияне, многие, и в бизнесе, и в политике, я с некоторыми разговариваю по телефону, они в недоумении, они не понимают, для чего все это сделано. Что выиграл Путин? Есть ли так называемые угрозы НАТО, что якобы Украина хочет войти в состав НАТО и приблизить свои ракеты, это полная ерунда, потому что рядом находится Балтийское государство, Литва, Латвия, Эстония, которые являются членами НАТО. Там находятся сейчас, кстати говоря, вооруженные силы НАТО и необходимые, скажем, ударные силы там всегда присутствовали и присутствуют тем более сейчас. И поэтому пояснение, что якобы Украина хочет войти в состав НАТО, это не выдерживает никакой критики, во-первых. Во-вторых, Украина суверенное государство, это ее суверенное право вступать в любые союзы, с кем она считает необходимы. Вот. И никто не давал России какие-то такие исключительные права, что только потому, что кто-то вступает в НАТО, она может нападать и разрушать ту или иную страну. Это противоречит всем международным правилам, соглашениям, конвенциям, не говоря о том, что тем соглашением, которое подписала Россия в 94-м году вместе с Америкой, с Англией, предоставит полную гарантию неприкосновенности к границам современной Украины. И она, Россия, нарушила все эти взятые на себя обязательства. Вот, собственно, сейчас ситуация такова, что те угрозы, о которых говорил Путин, что Украина якобы вступает в НАТО и она должна отказаться, это не выдерживает никакой критики, потому что, я еще раз говорю, балтийские государства, которые граничат с Россией, они уже давно в НАТО, уже пару десятков лет. Ну, тогда возникает вопрос, а для чего все это сделал Путин? Путин просто хотел завоевать Украину, просто его встроить в состав нынешней России и построить некую империю. Но все его планы были разрушены более 30 дней. Украинцы не только сопротивляются, но и просто громят, громят вооруженные силы России. Как вы видите, это уже подтверждает, что российская армия не является второй в мире. Если Украина, которая имела вооруженные силы по своей мощи минимум в 10 раз меньше, чем Россия, тем не менее, успешно сопротивляется, отражает атаки и более того, переходит в наступление, это просто еще лишний раз подтверждает, что у Путина неэффективная старая совковая армия. Вот и все ее положение. Теперь давайте мы поймем, на что замахнулся Путин. И так он эту войну не выигрывает. Но представьте себе, что против него сейчас фактически настроился весь мир. Что такое Россия? Это около 1% мировой экономики. А Европа и Америка это более 50% мировой экономики. Поэтому, если говорить о экономической мощи, то даже близко сравнивать невозможно. Там реальное соотношение не просто 50-ти кратное, а во много раз больше. Если говорить о, соответственно, военной мощи, то там 100-кратное превосходство Америки и Европы. Это только по разным возможностям, но ясно, что технологическое отставание российской армии там не то, что 100-кратное, а тысячекратное. спрашивается, куда полез Путин. Но до собственно самих военных событий никто не верил, кроме самих американцев, которые владели достоверными сведениями, что Путин точно нападет на Украину. Вы же помните выступление Зеленска, который обижался и на американцев говорил, что ну что вы тут провоцируете, никакой войны не будет. И собственно до последнего дня сам Путин заверял, это военные учения, это наша территория, это суверенное право России проводить учения вместе с Беларусью. А утром на следующий день, 4 утра, 22 февраля, видите какая дата, 22 июня нападали фашисты на Советский Союз, тут 22 февраля Путин именно в это же время организовал нападение на Украину. То есть полностью фактически дезуировав все свои слова, что Россия не будет нападать на Украину. То есть вы видите, какой это лжец, такой циничный, наглый, который открыто врал всему миру, тем не менее напал на Украину. И о чем это говорит? Говорит о том, что это безумец. Нападать на Украину, которая бы безусловно получила поддержку всего мира, это было очевидно. И причем экономика, которая многократно, минимум 50 раз превышает размер экономики и мощь относительно России, фактически нападать на Украину то же самое, что развязать военные действия против ряда государств, которые стократно сильнее тебя, имея в руках всего лишь, что называется, одну карту, это ядерную бомбу. Это как обезьяна с гранатой, ходит и угрожает. Но представьте, мир раньше развивался по-другому. Как говорит Байден, мы сотрудничали, мы вели дипломатические переговоры, обратите внимание, что окружению Путина, так называемым олигархам Путина, дали возможность украденные деньги фактически размещать в Европе, в Америке, покупать разные самолеты, яхты, дома. То есть таким образом собственно западный мир полагал, что ну как бы даст возможность вкусить блага цивилизации, выстроить какие-то отношения и постепенно эволюционным образом добиться перемен собственно самой России. Вот такая была политика и она не только относительно России была политика такая, но и относительно Казахстана. Вы знаете, что Назарбаев свои миллиарды долларов тоже разместил в Европе, у него там во Франции дома, в Италии, в Англии, дворцы и все прочее. То есть фактически западный мир прекрасно понимал, что эта политическая верхушка ворует и они пытались в мягком дипломатическом режиме выстроить сотрудничество, считая, что поэтапно произойдут изменения. Но сейчас все поменялось. Эта политика привела фактически на грань ядерной катастрофы. То есть эти деньги, которые режим Путина получал, Путин направил на перевооружение армии, на строительство разных ракет, подводных лодок. И когда он посчитал, что он уже может противостоять всему миру, он напал на Украину. При этом ему, по сути дела, спустили, не наказали, когда он напал на Грузию в 2008 году. Фактически не сильно наказали, когда он захватил Крым и часть, восточную часть Украины. Да, обложили какими-то санкциями, но они не были по масштабам такими, которые фактически сейчас реализованы. Сейчас разрушительные санкции. Более того, они просто не имеют аналогов и англичане, американцы, европейцы говорят следующее. Мы должны усилить, удвоить количество санкций, разрушить экономику России. Но вчера в своей речи Байден сказал, что россияне не являются врагами Америки и цивилизованного мира. Нет. Врагом является Путин, его агрессивная политика. И все эти действия цивилизованный мир вынужден делать для того, чтобы фактически ослабить экономически Россию, ослабить Путина, вызвать протесты и добиться ухода от власти Путина. Вот, собственно, чего добивается цивилизованный мир. Это Путин привел к тому, что все эти санкции посыпались на Россию. Я хотел бы вам сказать следующее. Если в начале года российская экономика по размерам, по величине где-то была одиннадцатой в мире, то до конца года все эксперты считают размер экономики России уменьшится приблизительно в два раза. То есть уйдет далеко за двадцать. Что это значит? Это значит падение производства, остановка производства, дефицит товаров, это миллионы безработных, это жесточайший кризис, это полная блокада и, что называется, хотя применены довольно мощные санкции, они на самом деле на первом этапе только находятся, ожидаются еще более мощные санкции. Ну и а что оставалось делать цивилизованному миру? Представьте себе, они развивают свою страну, каждая из этих, Европа и Америка, они выстраивали какие-то долгосрочные отношения, они позволяли коррупционные деньги фактически инвестировать в их экономику страны, позволяли этой политической верхушке быть богатыми, жить в европейских странах, обучать своих детей, и их они не трогали, только для того, чтобы эта страна постепенно встраивалась в мировую экономику, боялась потерять свои богатства и не была агрессивной. А теперь представьте себе, что этот человек абсолютно неуправляемый, неконтролируемый, не вписывающий в нормальную человеческую логику, который развязал войну, понимая, что его раздавят, то есть в их понимании это сумасшедший человек, это понимание любого нормального человека, Путин неадекватный и сумасшедший. Даже представьте себе, что сейчас его запинают и войска выгонят с территории Украины, ну разве они могут его оставить, позволить, чтобы он оставался у власти, потому что к чему это приведет? За счет этих доходов различных теперь Путин подготовится еще больше и более того, он может в любой момент нажать на красную кнопку и бросить ядерные свои ракеты. То есть когда даже он ослабнет, Европа и Америка будут развиваться и они не могут спать спокойно, потому что там неадекватный человек у власти, который может при любом раскладе нажать на бомбу. Почему? Никто не знает, потому что он сумасшедший, потому что нормальная человеческая логика говорила, что он не должен был нападать на Украину, но он это сделал. И поэтому что сказал Байден? Байден сказал следующее. Путин не должен оставаться у власти. Что это значит? Это значит, что две крупнейшие экономики мира, которые контролируют более 50% ВВП мира, они сейчас объединились, чтобы уничтожить Путина. Уничтожить главу государства, другого государства, который стал террористом. Это преступное государство, и там мы все прекрасно понимаем, что находится нелегитимный президент у власти, который посадил и сажает тюрьмы своих конкурентов, Навальный сидит в тюрьме, он убил Немцова, и любые оппозиционные партии, которые пытаются бороться за власть, они давятся, их объявляют экстремисты, поэтому этот человек не является выразительной волей народа, он просто захватил власть, использует власть для уничтожения конкурентов, и он таким образом построил диктаторскую страну, когда любого могут неожиданно посадить в тюрьму, и понятно, что это просто бандитское государство, ну и у цивилизованного мира не остается никакого выхода, как уничтожить Путина, как минимум посадить в тюрьму, а в реальности уничтожить, это Байденом объявлено. Конечно же, Госдепартамент США будет догонку делать заявление, уже делает, что при этом не предполагается, что Америка будет свергать режим. Ну, а как можно говорить, что он не должен оставаться у власти, чтобы при этом не свергнуть режим? это понятно, что Байден вчера сказал то, что уже ими разработано, принято решение, вы послушайте его речь, это его речь вдохновенная, яркая, он говорил без бумаги, без какого-либо суфлера, вы можете увидеть речь, например, Токаева без бумаги, или вспомните выступление Назарбаева, когда он выходил без бумаги, то сразу говорил идите на кладбище, или а вы согласовали, рождение детей с государством, вы помните его выступление? Это косноязычные тупые люди, по сути дела, а послушайте речь Байдена, и вы поймете, что это была удивительно сильная, яркая речь, открытая, она четко сказала, из этой речи можно четко понять, что пунгал конец, как это сделать, это уже другой вопрос, это технический, но представьте себе, что это гигантский государство, Европа и Америка, и обложенная со всех сторон России, там находящийся Путин, при том, что завтра каждый день будут пропадать товары, люди будут нищать, ясно, что он будет находиться в осаде, и какой-то сценарий, это давление на окружение Путина, его физическая ликвидация, какие-то сценарии, в любом случае сработают, и я хочу сказать следующее, хотя Байден сказал, что борьба будет ни день, ни два, она будет длительная, я хочу вам сейчас сказать, что она не будет длительная, и я объясню почему, и почему она будет борьба беспощадная, первое, сейчас около 4 миллионов беженцев уже в Европе, то есть основной тяжесть этой войны на себя взяла Европа, и этих беженцев Европа встречает, оплачивает их расходы, встречает приветливо. Тысячи людей по многим городам выходят в поддержку, поддержку украинцев, требуют остановить войну, а не давить на своих политиков, чтобы те или иные страны, вообще европейское сообщество активно помогало Украине, и если они это не сделают, то эти политики просто потеряют власть, и сейчас то, что будет делать Европа и уже делает, как раз отражает настроение граждан Европейского Союза. Глава Еврокомиссии заявила, что они будут массированно помогать Украине, и уже идет и военная помощь, и гуманитарная, при том числяется миллиардами долларов. Вот сейчас первая программа, которая объявлена, 17 миллиардов долларов, Америка 13,5 миллиардов долларов, и это только в первый месяц войны. То есть вы понимаете масштабы помощи, которые будут оказаны и оказываются Украине. У России же будут сбои, 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 пропадать комплектующие, нефть у них не будет покупать, газ у них не будет покупать, то есть экономика будет сжиматься, а Украина будет только получать поддержку. Поэтому Путин будет уничтожен. Далее, вот представьте себе, что если война еще продлится еще месяц, то в Европе окажется 10 миллионов беженцев. 10 миллионов беженцев это минимум 1000 евро в месяц на каждого человека. Это еда, это проживание, это работа в различных социальных служб, это транспорт, это страхование этих людей, ну и это минимум 10 миллиардов долларов, чтобы каждый месяц поддерживать каким-то образом жизнедеятельность 10 миллионов человек. Умножьте на год 120 миллиардов евро, я в евро буду говорить. Далее, 100 тысяч американцев уже находятся в Европе, они обеспокоены, что Путин может напасть на Европу, и он эти свои угрозы реализует и заявляет. Вы знаете, типа мы придем в Польшу, Германию и все прочее, и более того, над небом Польши летал военный истребитель, то есть демонстрировали, что Россия вполне может напасть на Польшу. Вот 120 миллиардов раз, плюс мобилизации вооруженных сил. Каждая из этих стран европейских объявила, что наращивать будут военные бюджеты. теперь убытки по экономике страны прекращают торговый оборот, они по сути дела получают убытки, не продавая свой товар в России. Это я вам так скажу, что это не менее триллиона евро или долларов в год убытков. То есть ситуация такова, что чем больше война будет длиться, тем больше эти ведущие страны будут нести убытки. И поэтому каждый из этих стран заинтересован прекратить войну как можно быстрее. Что сейчас происходит в мире? В связи с тем, что Украина и Россия имеют 30% долю на рынке зерна в мире, сейчас в связи с этой войной цены на зерно выросли приблизительно на 50%. Это фактически все произошло за один месяц. 15 африканских государств зависит от поставок зерна. В целом в мире 50 стран зависит от поставок зерна. И понятно, что сейчас ООН прогнозирует, что в мире наступит ситуация голода у ряда стран, в первую очередь у бедных. Почему они бедные? Потому что там во главе страны находятся авторитарные режимы. Когда политическая верхушка богатеет, внизу народ бедный и нищий, до последнего момента они как-то балансировали, а когда вот эта ситуация наступает, что на все цены растут, понятно, что в этих странах наступает кризис. Голод, войны и так далее, опять Америка и Европа будут вынуждены вкладывать деньги, это опять десятки сотни миллиардов долларов. К чему это все приведет? То, что в этих странах начнутся беспорядки, восстания и в первую очередь будут падать режимы, потому что они неэффективны, потому что они грабят народ, в том числе и Казахстан, потому что вы все прекрасно знаете, что в резервах страны лежит около 90 миллиардов долларов, личность состояния Назарбаева минимум 200 миллиардов долларов, не считая его родственников, близких. Что такое 200 миллиардов долларов? Это фактически 8 годовых бюджетов страны, 8 лет страна может просто ничего не делать и из этих денег просто развивать государство численностью, население численностью 19 миллионов человек. Вы представляете масштаб воровства политической верхушки? И ведь ничего не поменялось. И поэтому когда сейчас будет продовольственная катастрофа, в том числе и в Казахстане, у наших людей не будет выхода, как прийти и снести эти режимы. И не только у нас, а именно в тех странах, где во главе страны находятся вот такие диктаторские режимы, потому что они неэффективны, потому что они воруют. Вы понимаете масштаб того, что сейчас происходит в мире, грандиозные перемены. Это все спровоцировал Путин. Если до последнего момента Америка и Европа шли вот на как бы некий консенсус, позволяли им ворованные деньги держать у себя в стране, они сейчас от этого уже отказались. Сейчас политика этих стран кардинально поменялась, чтобы вы понимали. 148 человек российских так называемых бизнесменов-олигарх попали под санкции. У них захватили, арестовали яхты стоимостью каждые по 600 миллион долларов, по 200 и по 100 миллион долларов. 148 человек держали миллиарды долларов и евро в этих странах. Миллиарды оценивается, что общие активы, которые держала Россия в этих странах порядка триллиона долларов. Это три годовых бюджета России. Три годовых бюджет России краденые деньги держались за рубежом именно в этих странах. Представляете, что это значит? Это значит теперь Европа и Америка будут беспощадно арестовывать эти активы, краденные активы, они не позволят этим людям уже жить за рубежом, они не смогут тратить эти деньги и никаких вариантов, как эти деньги, они могут какие-то у них оставшиеся держать в самой России. Известный миллиардер российский Федун, у которого общее состояние оценивается свыше 11 миллиардов долларов, недавно заявил, что он потерял 99% своих богатств, что у него конфискованы активы западным сообществом. Представляете, какие удары нанесли Америка и Европа. И поэтому вы должны понимать, что сейчас все поменяется. Как они добьют физически или арестуют Путина, это уже другой вопрос, вопрос техники. Но мощнейшая экономика это как слон против маленького шакала. Вы понимаете, при любых обстоятельствах этот шакаленок будет раздавлен. И сколько бы он не надувал свои мышцы, он будет уничтожен. В связи с тем, что только за один год убытки западного сообщества ставят минимум триллион долларов, они не могут себе позволить, чтобы эта война длилась долго. И еще второе. Вы должны знать, что в ноябре в Америке начнется борьба за места в Конгрессе США. И там сейчас Конгресс контролирует больше голосов демократы. Демократом является сам Байден. Республиканцы имеют меньше. В Сенате имеют больше голосов республиканцы, а демократы меньше. Что будет, если Байден не сумеет дожать Россию вместе с Европой? Это значит, что у них большая вероятность, что в ноябре демократы проиграют в Конгрессе места в парламент. Республиканцы получат большинство и тогда они могут двинуть процесс импичмента Байдену, заявив, что он был нерешительный, он не сумел добиться слома этого бандитского режима Путина и масса других ему обвинений предъявят, включая уход войск из Афганистана. И они его отстранят и выиграют выборы. Тогда к власти придут республиканцы. А сейчас ситуация такова, что американцы требуют решительности от Байдена. И поэтому в этой ситуации у Байдена нет никаких вариантов, кроме как консолидироваться с Европой, объединить все международные силы и сломать режим Путина. Теперь вы, наверное, должны сказать, каким образом это повлияет на нас. Во-первых, еще где-то в начале войны когда война началась, я сразу сказал, какие я вижу последствия будут по итогам этой войны для собственно самой России. Именно развал Российской империи. Это последняя империя на планете. Кто-то будет говорить, что Америка империя. Нет, Америка находится в границе своей страны. 50 штатов. Эти все 50 штатов проводят выборы губернаторов. У них даже в каждом штате отличаются законы. это не является империя. Китай тоже по сути не империя. Она исторически в рамках своих границ находится и не завоевала соседние государства. Да, мы понимаем, что она потенциально может. Она действительно угроза номер один была именно с точки зрения глобальных возможностей. Но сейчас номер один угроза миру Путин. потому что этот сумасшедший может нажать на ядерную кнопку. И поэтому действия Америки и Европы будут решительными. А с учетом того, что только за год будут минимум триллион убытков для американской экономики, плюс возникнут горячие точки в Африке и других местах планеты, голод и так далее, они заинтересованы добить этот режим быстро. Что значит быстро? Это значит до ноября этого года. Это первое. Второе. Что будут делать Америка и Европа? Они никогда больше не позволят жить в себе в страхе. Что это значит? Это значит, что ядерное оружие у России будет отобрано, Россия будет разоружена, как в свое время Украина сдала свое ядерное оружие и также сделал Казахстан. Ядерное оружие будет отобрано, по главе страны будет организовано демократическое правительство и у России будет конфисковано ядерное оружие. Следующий этап это центрально-азиатские республики. Почему? Потому что они все граничат с Китаем, потому что там диктаторские страны, они все должны быть демонтированы, но демонтированы скажем так в последнюю очередь после того, как произойдет фактически ликвидация режима Путина. Я сейчас вот именно на этом хотел бы остановиться. Уважаемые друзья, сейчас Токаев лежит под Путиным. Если Путин в ближайшие месяц-два будет ликвидирован, если его уберут из власти, посадят в тюрьму, наступает момент, когда Токаев как бы некий сирота. Вчера он был под Назарбаевым, сегодня под Путиным, тут Путина убрали и понятно, что новая демократическая власть не будет влезать нагло, как это делает Путин, в политику нашей страны. И тут возникает уникальная ситуация, что наша мебель вдруг становится автономной и самостоятельной. Вот я на это хотел ваше внимание обратить. Но дело в том, что собственно природа самого Токаева такова, что он всегда будет мебелью или будет манипулироваться своим близким окружением. Я знаю круг людей, которые сейчас в этой ситуации ему выстраивают экономические возможности. Вы, наверное, видели, как он создал некую комиссию, которая якобы будет демонополизировать. На самом деле эта комиссия создана для того, чтобы отнять те активы у Назарбаева, которые у него сохранились в нашей стране. Это Халыкбанк, Джусанбанк, еще ряд других банков. Это Казахмыс, медная группа, это Феррасплавы, группа Машкевича, это КАС-Сын, который добывает сын в нашей стране. Это золотрудные месторождения, которые приносят Назарбаеву ежегодно минимум 3 миллиарда долларов. Это Арселору Миттал, где Миттал является частичным миноритарным партнером Назарбаева. Все эти комиссии созданы для того, чтобы отобрать, но не государству, а именно в карманы самого Токаева ближайшего окружения. Что хочет сделать Токаев? Он хочет стать вторым Назарбаевым. Он хочет маневрировать, говорить, что вот я дипломат галстуки, я вообще хороший, вот либеральная у нас политическая система, вот партии, вот вы знаете, ряд известных людей объявили о создании партии, он хочет создать видимость конкуренции и при этом фактически сохранить существующую политическую систему Нурсултана Назарбаева и при этом стать опять супермиллиардером, теперь вместо Назарбаева это он, ближайшее окружение, которые понимают нефтяной сектор, бизнес, я сейчас не буду называть их фамилии, я просто скажу, что именно они будут манипулировать, управлять, делать его богатым, ну и собственно и сами тоже станут миллиардерами, они сейчас миллионеры, супермиллионеры, а тут они хотят стать миллиардерами, то есть убрать окружение Назарбаева, вы знаете, многие из них сейчас, типа Кайратсов-то был арестован, Боромбаев арестован, сейчас они потихоньку будут Тимура, что-то у него, Кулебаева отбирать и вот перераспределить богатство на себя, поэтому вы не верьте, что некие комиссии демонополизации, что якобы что-то попадет в стране, нет, сейчас ситуация такова, что эта волна кризиса накрывает Россию и проблемы они однозначно уже пришли к нам, цены на товары растут, из месяца в месяц ситуация будет ухудшаться, а эта верхушка будет только обогащаться, потому что цены на нет высокие, цены на металл высокие, а вы будете беднеть, то есть то, что вчера вам казалось плохо, через 2-3 месяца вы вспомните скажите, оказывается вчера несколько месяцев было лучше чем сегодня, каждый день будет ухудшаться, эта политическая верхушка во главе с Такаевым будет говорить это мировой кризис, цены везде растут, терпите, подождите еще и опять на 20-30 лет будет замораживаться, консервироваться этот режим. Вот что хочет сделать Такаев, если Путина сейчас добьют, он становится автономной, но это для нас, для других граждан всей страны не дает никаких преимуществ, плюсов, просто вместо Назарбаева сядет Такаев. Ну, собственно, как вы видите в Туркменистане, сын нынешнего, недавно он был вторым президентом после Туркменистана, и там ничего не поменялось, Аркадак теперь его сын. В Узбекистане в месте ислама Карима пришел Мирзеев, ничего не поменялось, это диктаторские режимы, до тех пор, пока народ не возьмет власть в свои руки, ничего не поменяется, именно парламентской республики, без должности президента, выборы Акимов, выборы всех органов власти, судей и так далее. Пока такого не будет, ничего, никаких изменений не будет. Поэтому, очевидно, что Такаев это не будет делать, ему нужно сохранить власть, он будет заигрывать с властью, ну, сейчас, например, его представители регулярно общаются с Европарламентом, заверяют о том, что Казахстан не будет якобы участвовать в войне, я вам так скажу, скажу так, если Путин на ближайшие два месяца не уничтожит, он принудит Казахстан участвовать в войне против Украины, это ближайшие максимум два месяца, если он еще удержится, он принудит Казахстан участвовать в войне. И вопрос не в том, что у Казахстана много военных, возможностей каких-то, нет, просто Путин нужно растянуть фронт борьбы, сказать, что он не один, что вот его поддерживает Казахстан, Беларусь, Армения, вот члену ДКБ Кыргызстан, вот чего он хочет. И по сути дела сделать, в том числе, нашу страну жертвы этих политических санкций. То есть он хочет размазать, размыть вот эти санкции между нашими странами. Что мы должны делать? Даже если Путина добьют, многие думают, что вот цунами пройдет и сметет этот режим, этого не будет. Действующая политическая верхушка будет балансировать, маневрировать, обогащаться. И если мы не будем активными, они останутся у власти и просто будут подавлять неорганизованные выступления отдельных митингующих. Почему неорганизованных? Потому что некому организовывать. Там должны быть лидеры на местах, должна быть организация, люди должны быть координировать свою деятельность, с определенным штабом. И пока вот этого всего не будет, будет хаотичное выступление и они будут легко подавляться. Потому что у режима, в принципе, достаточно сил подавлять неорганизованные протесты. А когда существует штаб, когда разные ячейки, когда каждый человек собирает ячейки вокруг себя, общается только со штабом, а мы из штаба выводим людей тысячи ячеек и только на митингах эти люди видят друг друга, разные ячейки, только в этом случае мы получаем в местах проведения митинга сотни лидеров, потому что мы будем обучать этих лидеров ячеек и сами ячейки, что делать, куда двигаться. Мы в состоянии организовать временное правительство, мы подготовили и подготовим квалифицированных людей. Если всего этого не будет, просто хаотичные действия приведут к тому, что этот режим будет оставаться у власти, потому что у них будут ресурсы, потому что нас будет мало, потому что мы неорганизованы, потому что каждый из вас будет говорить, а где лидеры? А как лидеры могут появиться в той ситуации, когда авторитарный режим подавляет любую возможность человеку проявиться? Кто-то скажет что-то против, он немедленно, как минимум, штрафуется или его сажают на 15 суток в тюрьму. Поэтому мы должны строить скрытые механизмы, скрытые ячейки и потом обратить внимание. Мы сейчас обратились за помощью к вам, сказав, что нужно всего лишь 5 евро, по нынешнему курсу уже курс поменялся, приблизительно около 2,5-3 тысяч тенге. Нужно каждому провести и пожертвовать. Буквально 400 тысяч человек по 5 евро и 2 миллиона евро собираются. Вы видите силу санкций? Вот, например, миллиардер Фридман, который, в частности, владеет Альфа-банк Казахстан, и он один из богатейших людей России, жил в Лондоне, но все его активы арестованы. И он сейчас говорит, что у него в месяц всего лишь 3 тысячи долларов, и он не знает, как на эти деньги прожить. Потому что у него там на десятки миллионов фунтов дома, у него куча людей работало, а у него всего лишь три тысячи долларов. И посмотрите, Абрамович, у него арестовали клуб футбольный Челси, арестованы его яхты, и таких людей очень много, россиян, которые имели богатство за счет власти, так называемой олигархи, и все их активы арестованы. Вы понимаете, что произошло? То есть фактически их обесточили. Поэтому санкции очень эффективны, очень эффективны. То есть, если мы ударим по Такаеву, по Назарбаеву, все активы, которые они украли, которые находятся, часть, в нашей стране, за рубежом, они будут арестованы. Вы можете себе представить, чтобы Дарига Назарбаева сидела и плакала, говорила, вы знаете, мне нечем платить. Нет, вы не знаете. Вы можете услышать такие слова, верите, что Назарбаев вдруг лишится всех активов, и его все дома, яхты, самолет, и так далее, будут арестованы, и он будет говорить, что куда делись мои деньги. А это реальность, это произошло в России. Поэтому все, кто сомневался в этом, посмотрите, что происходит в России. Уважаемые друзья, сейчас я призываю реально бороться, реально, действительно, сначала ударить санкциями, для этого нам нужно помочь правозащитникам собрать ресурсы, чтобы они могли ездить по европейским парламентам и убедить Европу применить санкции, и Америку в том числе, это первое. Второе, мы должны работать над сознанием людей, агитировать, убеждать, чтобы количество наших сторонников резко увеличилось, для этого нужно поддерживать наши информационные каналы, я не в состоянии все это финансировать и поддерживать, потому что мой бизнес конфисковал Пурсултан Назарбаев, и все, что у меня было, я сжег в этой борьбе. Третье, ничего у нас не изменится, если мы не будем активными, ничего. Если десятки тысяч людей не создадут ячейки, а потом мы через единый штаб не будем координарно выдвигаться на митинги, если мы не привлечем наши ряды вооруженной силой полицию, они завтра оружие свое обратят против народа, мы их должны тоже перетянуть на себя. Сейчас нам дали величайший шанс, фактически в ближайшее время, в ближайшем месяце режим Путина будет или раздавлен, или парализован, во всяком институции он будет лишен возможности атаковать, поддерживать Такаева. У него такой возможности уже не будет. И поэтому этот уникальный шанс нам надо использовать. Да, сейчас угроза ядерной войны, но я уверен, что многократное превосходство военное, экономическое и любое другое преимущество, которое сейчас есть у Америки и Европы, она не позволит Путину первым применить ядерный удар. Более того, именно эти страны могут нанести быстрый удар. К сожалению, в этой ситуации мы опять же находимся в опасной ситуации, потому что когда будут нанесены ядерные удары по России, вы понимаете, что последствия будут не только для Казахстана, но и для всего мира. но здесь Путин может нам не оставить точнее миру никакого выбора, как это сделать. Это не преувеличение, это не запугивание, я просто вам говорю факты. Французские подводные лодки, они уже в море и готовятся нанести удар. Это касается в том числе вооруженных сил Европы и собственно самой Америки. Вы на это обратите внимание, зайдите в интернет, вы убедитесь, что это так. Поэтому, когда у нас сейчас этот шанс есть, ближайшие месяцы максимум полгода, максимум, я на самом деле убежден, что это произойдет значительно раньше, я говорю это, но тем не менее, после падения режима Путина, если мы не воспользуемся этим благоприятными обстоятельствами, у нас режим будет законсервирован, участь граждан страны будет еще хуже, чем при Назарбаеве. Поэтому я призываю вас к активности. Я призываю финансировать проекты фонда «Открытый диалог», для того, чтобы организовать политические санкции. Я призываю вас как можно быстрее создавать ячейки и вливаться в наши ряды. Алга-Казахстан.